Недавно я смотрел видео по самообороне, автор ролика «Пятикратный чемпион России по рукопашному бою». Так вот он задал интересный вопрос. Скажите, сколько в мире чистых бойцов ММА? Тех, кто начинал свой путь в ММА и добился успеха. А еще лучше, прямо процентуально, это его термин. А кажется, что почти все из них выходцы из карате, муай-тай и так далее. ММА пока что не показал себя как способ подготовки бойца с нуля. Вот далее мои выкладки Михаила Шилова, автора канала. Может все пока и так, хотя уже давно совсем не так. Но это дело только времени. Вот как раз рукопашный бой, боевое самбо и тому подобное – это разновидности ММА. Да-да, именно так. Да, были другие виды ММА. Причем они были всегда. Вся эволюция любых боевых искусств всегда шла через ММА. Сегодня любое чистое боевое искусство Востока когда-то было ММА. Когда его основатель отошел от доктрин своего учителя. Добавил свое направление, добавил в это направление что-то новое, от другого учителя стиля. Добавил что-то свое. ММА – это микс маршал артс. Смешанные боевые искусства. По большому счету все современные боевые искусства в той или иной мере из-за этого и являются ММА. А то, что мы называем ММА – это сама квинтэссенция свободы применяемой техники. Я имею в виду то, что сейчас мы называем ММА. То есть направление, где можно и рекомендовано использовать технику любых стилей и школ. Лишь бы это приводило к тотальному доминированию в бою и лишению противника возможности к сопротивлению. Вот так. Вот основная суть и отличие ММА. А не клетка, шорты, рефери и бойцы, накачанные стероидами. Если в таких условиях поместить, ну, например, ортодоксальных каратек, то от этого они не станут бойцами ММА в современном его понимании. Когда бойцы умеют и применяют технику и приемы любых боевых искусств. То есть, если бойцов ортодоксального каратэ запустить в клетку, это будут всего лишь два человека, наделенные атрибутами ММА. Но ММА там и пахнуть не будет. Не путайте боевое искусство и направление и эксплуатирующие его шоу. Вот что важно. Поэтому, когда говорят, что ММА это набор правил, атрибутика, символика, и то, как это выглядит по телевизору, это неправильно. Мы сразу видим бойцов ММА, как только начинается поединок. Они ведут определенную стратегию, определенную тактику, определенную манеру боя. У них своеобразное применение техники, которая выделяет их из общей массы других людей. Они даже уже сейчас отличаются серьезно по технике. И от рукопашников, и от кудо, и уж от каратэ и бокса, тем более, и от тайского бокса. Есть особенности. И чем дальше будут эти дела, тем это будет более заметно. Ну так. До встречи, друзья. Подписывайтесь на канал. Буду рад с вами пообщаться. Обязательно комментируйте что-то. Ставьте лайки. И не забывайте нажать на колокольчик, если вы смотрите это видео на ютубе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...